Поводом для сюжета на федеральном канале стало письменное обращение некоторых жителей переулка Клиновой самого ближайшего к угольному карьеру компании «Асфальт». Эти претензии люди озвучили и нашей съемочной группе. Многие здесь опасаются, наверное, с вами разговаривать, потому что были случаи, когда кому-то и стекла били, какие-то, наверное, угрозы поступали, потому что люди действительно опасаются. Я уже не говорю о том шуме и о технике тяжелой, которая здесь работает, это и дым, и гарь, они жгут шины, что-то обогревают. Мы сейчас лес не можем пользоваться, озеро было большое какое, ездили туда вечерами постоянно. Сейчас все, дорогу перекрыли, мы не можем туда проехать. Это же нарушается экология. Перечень претензий объемный. В их числе и затопление подвалов из-за начавшейся разработки, и постоянный ночной шум тяжелой техники, регулярные буровые и даже взрывные работы. Правда, стоит отметить, что практически все из недовольных, как оказалось на проверку, к переулку Клиновому имеют достаточно обосредованное отношение и сами здесь не живут. Проживаю я не здесь, на этой улице, на соседней, на Садовой. Ну, здесь я регулярно бываю, я вижу проблему этих людей. Я живу в городе, но у меня здесь внуки, мы огород садим сюда, ну и детей же сходим здесь постоянно, считай, все лето пропадаем. Я проживаю в городе, но здесь часто бываю с друзьями, у друзей, в гостях, ну, здесь все-таки загородная территория. Злополучный угольный карьер расположен отнюдь не в центре Райчихинска, а на окраине города. И не в ста метрах от жилья, как жаловались граждане, а существенно дальше. К тому же, на ближайших к карьеру улицах нашлось и немало тех, кого соседство с карьером не беспокоит. Из-за дождей у нас всегда в подвалах вода, у нас насосы не выключаются летом, если идет дождь. И здесь никакой разрез и рельеф не имеет роли вообще. А пыль, она и будет пыль. У нас очень рядом много кочегарок, извините. У нас город Райчихинс, город угольщиков в любом случае. Можете зайти, посмотреть, что угород тупой, ни пыли, ни шума, ни шума, ни ночи. Ночи никаких огоньков нету там, ночью спите спокойно, никаких звуков лишних не покупают. Кстати, побывав непосредственно на месте добычи угля, оглушающего шума тяжелой техники мы не услышали. И это при том, что экскаватор работал буквально в 30 метрах за одним из отвалов. Насколько шум техники мешает жителям домов, расположенных, как это видно на кадрах, в нескольких сотнях метров, сказать сложно, надо проводить замеры. Но представители угледобывающей компании уверили, никаких ночных работ здесь они не ведут. Не удалось нам обнаружить и следов бурения или взрывов, как и предназначенной для этого техники. Особое возмущение у угледобытчиков вызвали обвинение в том, что их деятельность привела к выходу из берегов озера. На самом деле, по документам, водоем не считается озером. Это карьер, оставшийся от разработки, в который стекают воды с окрестностей. И чтобы они не подтапливали дома, представители компании «Асфальт» начали строить на месте старой трехметровой дамбы, большую, высотой 15 метров. Они даже подошли, смотрели, благодарили, сказали спасибо большое, сколько лет они мучились, вода уходила с озера туда, на дома, на огород. Для жителей бесплатно даже ничего не берем. Просто они подходили, попросили, показывали, сейчас мы поднимаем дамбу. Впрочем, руководитель, работающий на карьере компании, уверен, что причина недовольства некоторых граждан вовсе в другом. На этой улице, улица Кленовая, проживает наш конкурент, который также добывает уголь, занимается добычей угля. Я считаю, что вот эта жалоба была спровоцирована именно этим человеком, я не буду назвать его фамилию, спровоцирована именно им, так как, разговаривав с другими жителями этой улицы, у них к нам претензий никаких не имеется. Кстати, в ноябре и декабре на разрезе уже дважды побывали сотрудники Амурского Росприроднадзора. Правда, пока результатов своей проверки они не оглашают. Проверяли требования, которые установлены, лицензии. Это осуществляется ли добыча в границах лицензии, которая выдана на данный участок, не вышло ли предприятие за границей этой лицензии. Ну и требования также закона о недрах, другие требования, которые установлены. Теперь, после выхода телесюжета в эфире федерального канала, руководитель угледобывающей компании ждет новую волну проверок надзорных органов. В частности, об этом уже заявила природоохранная прокуратура. Будет дана оценка законности деятельности организации по добыче угля. В том числе будет дана оценка действиям контролирующих органов по исполнению полномочий, направленных на выявление и пресечение законодательства о недрах. В том числе будет проверено соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в части установления санитарно-защитной зоны, а также соблюдение уровня шума. Кстати, сейчас сам угледобытчик готовит иск по поводу клеветы на деятельность его компании. Уверенности ему добавляет и то, что проведенные ранние проверки никаких нарушений природоохранного законодательства так и не выявили. Евгений Вдовенко, Андрей Светков, Амурское областное телевидение. Спасибо. Спасибо. Спасибо.